Прошедшая неделя была очень бурной и богатой на события. Выбор так широк, что я немножко даже растерялся и припомнил анекдот о том, что вам водку или коньяк, ой не знаю, все такое вкусное, с чего начать не знаю, тут и аресты, и судебные решения, и всевозможные публичные выступления, и послания, и так далее, и так далее. В общем, попытаемся отранжировать эти мероприятия по политической и фактической значимости. Все-таки будем считать центральным событием недели послание главы Республики Башкортостан к госсобранию. Хабиров, конечно, прочитал достаточно скучное послание, зачитал его каким-то деревянным заикающимся голосом. Несмотря на то, что сама обстановка и антураж был великолепными, режиссура и постановка самого этого действия были выше всяких похвал, сам Хабиров смотрелся, конечно, весьма скромненько в роли главы. Однако я отмечу в структуре послания одну очень важную вещь, а именно высказывание Хабирова по проблеме горы Куштау. Я позволю себе процитировать. Хабиров сказал, что Куштау будет разрабатываться, точка, бесполезно меня ломать, выкручивать, подкупать журналистов, националистов. Организованным попыткам давления на меня будет дана соответствующая правовая оценка. То есть Хабиров однозначно интерпретирует ситуацию и борьбу вокруг горы Куштау как давление на него личное, во-первых, почему-то он так решил. Во-вторых, он относит это явление, очевидно, что к каким-то криминальным событиям, потому что им необходима правовая оценка. Ну, в общем-то, реакция не заставила себя долго ждать. Буквально на следующий день в офис Башкирского общественного объединения Башкорт пришли силовики, якобы по заявлению каких-то граждан о том, что эта организация имеет какое-то внешнее финансирование. Причем внешнее финансирование даже не звучало, что это деньги из-за рубежа, а что это деньги от каких-то других организаций. Что, собственно, никак нельзя признавать незаконным, потому что все организации вправе получать деньги от граждан, от других организаций. В общем-то, это и называется деловым оборотом. Но, тем не менее, документы, которые в чем-то обвиняют Башкорт, предоставлены не были. Видимо, была выемка документов организации. Заодно почему-то там очень пристальное и такое, скажем, деятельное внимание было проявлено к той конторе, внутри которой снимают офис БО Башкорт. В общем, конечно, это такая довольно гнусная и довольно грустная классика жанра. Я имею в виду наезд через силовиков, через всяких налоговиков и прочие санэпидемстанции. И, конечно же, это вполне в стиле господина Хабирова. Любопытно отметить, что буквально накануне послания Хабирова к госсобранию в Уфу приезжал Юрий Шевчук и, как ни странно, встретился с Радзием Хабировым. Безусловно, это была, конечно, инициатива администрации Хабирова, потому что Шевчук не очень тяготеет к контактам с властями. Ну, пошел на встречу, выполнил пожелания Хабирова, встретился с ним. Речь зашла о Куштаву. Я отдаю должное Юрию Ильяновичу в том, что он проявил последовательность. После того, как он записал этот ролик про Куштаву, он пришел к Хабирову с папкой документов. Он передал эти документы Хабирову. И Хабиров даже как будто бы пообещал встретиться с теми специалистами и учеными, которые составили заключение о Куштаву. Однако выступление, последовавшее за встречей с Шевчуком в госсобрании, конечно, поставило крест на этих обещаниях. Выглядит это достаточно неприлично. Выглядит это как прямой обман уважаемого многими людьми человека. Хабиров нисколько не гнушается подобными вещами. Мы видим ту меру лицемерия, которую он способен демонстрировать. То есть обнимашки, рукопожатия и всевозможные бодрые обещания приехавшему Шевчуку. И на следующий день буквально полный отлуп в отношении Куштаву. Мы должны привыкнуть жить в такой атмосфере, в такой атмосфере лицемерии и лжи. И что мы с этим можем поделать, я пока не знаю. На прошедшей неделе состоялось пленарное заседание Совета по правам человека при главе Республики Башкортостан. Не путать с Федеральным Советом. Члены Совета готовились. Бедные, несчастные. Написали там какие-то объемистые доклады и прочее, прочее. Зачитали их, представили главе. И тут, конечно, случилось страшное. Одним из докладов был доклад о несовершенстве законодательства Республики Башкортостан в части проведения массовых мероприятий. О том, что это законодательство чрезвычайное, чрезчур жесткое. И во многом отличается от законодательств даже регионов Российской Федерации, не говоря уже о европейских нормах. И вот здесь нашла коса на камень. Хабиров заявил о том, что он категорически не согласен с тезисом о том, что нужно смягчать законодательство в отношении массовых мероприятий в Башкирии. И он вообще считает, что его можно еще и ужесточить. А также Хабиров сообщил о том, что нужно бегать шустрее оппозиции, а не жаловаться в жилетку, не плакаться, значит, и не требовать каких-то послаблений. В общем, конечно, тут Хабиров предстал во всей красе и продемонстрировал все свои навыки, которые он приобрел, трудясь в управлении внутренней политики в администрации Путина. Вот эти все иезуитские приемчики и демагогия на тему того, что мы же вам разрешили, а вы не воспользовались возможностью, и вам там было дано 4 секунды подать заявку, а вы не успели и так далее. В общем, конечно, разговор был достаточно жесткий. Категорическая позиция Хабирова не оставляет никаких сомнений в его политической базе, в его политической ориентации в том смысле, что, конечно, он человек, настроенный на силовые и жесткие действия, на использование административного ресурса, на максимальное использование всех возможностей государства для подавления какого-либо инакомысля. И вот здесь, конечно, члены нашего СПЧ пытались что-то жалко блеять в ответ, приводили примеры о том, что не везде так, как у нас. Я отдаю должное Руслану Валиеву, который все-таки попытался даже вступить в диалог с Хабировым, сообщив ему, что, наверное, предпочтительнее ориентироваться на лучшие практики, а не на худшие. Но Хабиров был абсолютно непреклонен. Обсудили заодно и недопуск активистов Чанышевой и прочих апологетов Навального на публичное слушание. Здесь Хабиров дословно сказал следующее. По недопуску на слушание я не имею к этому отношения. Не допустили аппарат госсобраний и мэрии. У них, наверное, были свои аргументы. Заполненность залу и так далее. Вот здесь, конечно, симптоматичный момент. Хабиров начинает включать заднюю скорость, потому что мы помним, что вначале он говорил, что все сделали правильно, а я бы на их месте и так далее. Сейчас он начинает дистанцироваться от этого бардака, понимая, что слишком уж выглядит все это неприлично, видимо, начинает говорить, что я не я и лошадь не моя. Хабиров все-таки высказал персональное мнение, персональную позицию по поводу вот этого конфликта в госсобрании и в мэрии по слушаниям. И он сказал следующее. Если бы я был на месте этих людей, видимо, имею в виду охрану мэрии, я бы поступил еще жестче. Там, где пытаются нашу страну толкать в кровь, в войну, я как избранный руководитель буду иметь право применить свои полномочия. Когда пытаются за деньги довольно агрессивно настроенных к нашей стране государств перевернуть общественное спокойствие, государственную безопасность, безопасность людей, ну, извините, мы будем защищаться. То есть здесь речь пошла опять о том, что у него вот эти какие-то его представления о каких-то врагах, о кровавых, значит, провокаторах и так далее, и так далее. В общем, конечно, вот эта паранойя, которая во многом, конечно, инспирирована тем, что реальных противников Хабиров не видит, но отказывается предполагать о том, что его не воспринимает просто народ, вот это, конечно, порождает вот этих врагов. В последнюю очередь власть может признать, что ее игнорируют и ее не принимает само население. До конца эта власть будет изображать, изобретать себе каких-то врагов, каких-то шпионов там и прочее, да, помним, мы все враги народа и так далее, и так далее. В общем, Хабиров, конечно, пошел вот по этому опасному и достаточно примитивному пути. К сожалению, мы ничего не можем поделать с внутренним миром самого Хабирова в том смысле, что он может и дальше выдумывать вот этих вот врагов, противников и силы, препятствующие движению его и республики к светлому будущему. Тут нужны какие-то другие меры. Я не знаю, сможет ли он сам справиться с подобными состояниями, но, в общем, к сожалению, тут приходится разводить руками. Резюмируя заседание СПЧ, я скажу такую вещь. Хабиров во всеуслышании опроверг основополагающие принципы прав человека, я имею в виду принцип правенства прав, он заявил о том, что он сторонник того, чтобы разделять людей на правильных и неправильных, вне зависимости от решения суда и так далее. Что же делать теперь членам Совета по правам человека? Собственно, выбора у них особого нет. Тем из них, кто считает себя людьми чести, достоинства и действительно преследует интересы прав человека, конечно, нужно покидать этот орган. Потому что они стоят перед выбором, либо они соглашаются с позицией главы и послушно исполняют все его установки по сегрегации людей на правильных и неправильных, либо они покидают этот орган. Я не уверен, что кому-то из них хватит смелости и решимости на подобный поступок. Наверняка многие из них прикроются соображением о том, что мы тут можем кому-то пользу принести. Но на самом деле участие в подобном органе, конечно, полностью дискредитирует членов этой организации. И, в общем-то, это их дело думать о своей репутации, о том, что скажут о них впоследствии, что скажут о них их дети и так далее. Немного разбавим печальную историю с СПЧ. Темой, которая, кстати говоря, смежно, вопрос, который обсуждался на этом совете, я говорю о проблеме массовых мероприятий. В городе Нефтекамске приключился комический и даже, наверное, трагикомический случай. Местные апологеты коммунистической партии собрались на какое-то там собрание-совещание в связи с тем, что администрация города категорически не разрешила им организовать митинг. Они собрались в каком-то там офисе и провели там собрание. Ну, обычно там для них какой-то там, не знаю, это была маевка или еще что-то. В общем, собрались, поговорили. Присутствовали три депутата госсобрания, господин Кутлугужин, Галин и кто-то еще третий, которого я не помню по фамилии. После этого собрания коммунисты-активисты вышли на крыльцо этого здания и сфотографировались. Эта фотография была размещена в соцсетях и попала в поле зрения системы мониторинга МВД, которая сочла вот эту фотографию и происходящее на этой фотографии массовым мероприятием, причем несанкционированным, незаконным массовым мероприятием. К слову сказать, конечно, по всем признакам нынешнего законодательства это так и есть. Наличествуют плакаты, на плакатах наличествуют призывы, люди собрались больше двух. И не важно, что они на самом деле собирались всего лишь на две минуты на крыльце, но вот формально это теперь сочли массовым мероприятием. На собрании коммунистов в Нефтекамске присутствовало 32 человека. Теперь, конечно, перед МВД стоит непростая задача определить зачинщиков, организаторов этого, по их мнению, массового мероприятия. Безусловно, в центре фотографии стоит юниор Кутлугужин, который, ну, по определению наверняка был главным на этом мероприятии, соответственно, больше всего вопросов должно было возникнуть к нему лично. Ситуация комичная, конечно. Теперь любая групповая фотография может быть трактована, видимо, как массовое мероприятие. И будет очень любопытно понаблюдать за тем, как будут развиваться события вокруг этой фотографии, вокруг этого мнимого массового мероприятия коммунистов. В общем, посмотрим, как власти отработают свою вот эту роль, роль строгих цензоров и, я бы сказал, церберов в отношении массовых незаконных мероприятий. К сожалению, смеяться и веселиться в последние недели приходится только по поводу идиотизма наших властей. И одним из таких моментов была демонстрация ролика в составе послания главы республики. Ролик был о социальной направленности, о том, как нужно рожать детей и т.д. Почему-то содержание было такое, что отец работает, не покладая рук день и ночь, а у нее маленькая дочь, жены почему-то нет, и вот рожаете детей. Лейка совершенно непонятная. Но пикантная подробность в том, что ролик этот был содран, фактически украден с уже существующего ролика, произведенного за рубежом. И на прошедшей неделе издание горобзор.ру обратилось к правообладателям исходного ролика с вопросом, будут ли они требовать компенсации, финансовой, моральной, какой угодно, за использование вот этого авторского материала. Сам по себе факт плагиата, сам по себе факт того, что нынешняя администрация, пытаясь выглядеть прекрасно, замечательно и благостно использует чужие продукты, в общем-то беспардонно нарушает авторские права и еще нисколько этого не стесняется. Напомню, что господин Мурзагулов разразился еще и гневным понегриком в отношении тех, кто задал вопросы по поводу авторских прав. Он там стал кричать, что вы все там редиски, мы тут добра желаем, а вы тут, значит, в нас кидаетесь всякими нехорошими вещами. Вообще вот это презрение к законности, презрение к человеческим правам, оно все больше и больше демонстрируется нынешней администрацией, нынешней командой Хабирова. На прошедшей неделе продолжение получила история с елками Беляева. Федеральная антимонопольная служба вынесла решение в отношении контракта хозяйственного управления администрации главы Республики Башкортостан по закупке вот этих вот шести пиксельных елок и прилагающихся к ним украшений. Напомню, что сумма контракта была 115 миллионов рублей, 6 елочек. Куплены они были у Красногорской компании, куплены были в обход конкурсных процедур, и объяснялось это чрезвычайной ситуацией. Закон позволяет в чрезвычайных ситуациях закупать всевозможные предметы без конкурсных процедур. Но речь идет только о покупке надувных лодок, когда, например, там случилось наводнение, срочно нужно их купить, спасать людей. Вот в подобном режиме применяется подобная норма закона. Федеральная антимонопольная служба опровергла законность применения вот этой чрезвычайной ситуации в отношении закупки елок. Не знаю, как дальше будут развиваться события, однако это однозначно говорит о том, что закупка вот этих пиксельных елок была незаконной. Кроме всего прочего, Федеральная антимонопольная служба все еще не применила к этому контракту статью 135, речь идет о нарушении антимонопольного законодательства, а ответственность по этой статье значительно более суровая, чем то, что принято сейчас. Посмотрим, как будут развиваться события, однако мы уже можем сделать однозначный вывод о том, что елки закуплены незаконно, выбор поставщика вызывает вопросы и сомнения, а особенно его географическое происхождение, конечно, не оставляет никаких сомнений в аффилированности этой закупки. Практически год прошел с того момента, как разразилась катастрофа в Сибае. Складывается ощущение того, что на самом деле ничего там не изменилось, и разговоры о заливании водой, засыпании песком и прочим-прочим как-то ушли из медийного пространства. Осталось только убеждение в том, что нет ничего страшного. Так вот, события развиваются, периодически в последние недели предельно допустимые концентрации превышаются и превышаются серьезно. Судя по всему, власти пошли теперь путем блокировки всяческого недовольства вокруг этой проблемы, а вовсе не решения самой проблемы. Я говорю об инциденте, который произошел на прошедшей неделе в отношении Эдуарда Кадырова, его супруги Вероники Кадыровой и Дианы Филипповой, это все активисты той самой группировки Сибай Дэши. Что с ними случилось? Случилось с ними странное. У них заблокированы сим-карты их телефонов, скрытые аккаунты ВКонтакте, и происходило это весьма загадочным образом. Как выяснили собственники этих сим-карт, в Москве кто-то пришел с водительскими удостоверениями этих граждан в офисы сотовых компаний, а это Мегафон и МТС, и попросил выдать дубликат сим-карты на основании водительского удостоверения, получил эти сим-карты, тем самым заблокировал их реальные сим-карты и, видимо, взломал аккаунты ВКонтакте. Кто эти злодеи, до сих пор не выяснено. Ни Эдуард, ни Вероника Кадырова, ни Диана Филиппова в Москве в этот день не были. Более того, Вероника Кадырова не имеет и никогда не имела водительского удостоверения, которое было предъявлено в офис сотового оператора. В общем, история, конечно, детективная. Хочется понять, это действительно противодействие активистам в той части, что то ли предупредить грядущие их действия, потому что что-то должно произойти в Сибае страшное и ужасное, то ли это действительно какая-то штатная работа против них, не знаю. Но, в общем, вот такой факт случился на прошедшей неделе. Не знаю, радоваться этому или не очень, но в республике снова начались аресты чиновников. В минувшую пятницу, ближе к вечеру, был задержан руководитель управления Министерства экономического развития. По предположениям и по сетке штатного расписания это Ильнур Абсалямов. Задержан он был с поличным при получении взятки в 3 миллиона рублей. Взятка предназначалась для решения некого вопроса, некого предприятия в Минземы имуществе. Операция проводилась Следственным комитетом при содействии Федеральной службы безопасности. В общем, там достаточно все серьезно и конкретно. В том смысле, что, судя по всему, обратно эта история не откатится. Показательно, что это первый такой вот очевидный арест в компании, в команде Ради Хабирова. Вообще, конечно, эта история случается со всеми администрациями по всей Российской Федерации. Иногда это заканчивается даже арестами губернаторов, но это никогда не бывает вот так быстро. Я имею в виду период правления конкретной команды, конкретного губернатора. Хабиров продержался пять с чем-то лет. Прежде чем начались массовые регулярные аресты членов его команды и правительства, Хабиров уложился в год. Это, конечно, необычно. Это говорит об интенсивности коррупционных процессов, которые идут внутри этой команды, безусловно. Видимо, процесс будет продолжен, потому что, насколько мне известно, материалов предостаточно. Вопросов к высокопоставленным, в том числе членам команды Хабирова, более чем достаточно. Тут и Баширов, тут и Полставалов, тут очень многие, кто вызывают вопросы у правоохранителей. Это, конечно, не говорит о том, что они будут арестованы в ближайшем будущем, но факт остается фактом, то, что новая команда развернула крылья и стала действовать значительно более интенсивно, чем это, в принципе, принято в Российской Федерации, остается фактом. 12 ноября, в День Конституции, в России состоялся Всероссийский день приема граждан. В этот день все граждане, в основном, конечно, по записи, могли попасть к любому чиновнику, к любому государственному служащему на прием, решать какие-то свои проблемы. И вот в этот день, конечно, случилась безобразная история в мэрии Уфы. Я говорю о приеме мэра Уфы Мустафина, которому заранее, заблаговременно, самым законным и надежным образом записались представители вот этого многострадального недостроенного дома на улице Менделеева, 128, Драгазин. Люди записались, люди пришли на прием. И 9 часов они прождали приема у мэра. Полный бардак, нас не приняли. Мустафин на месте, врали нам по-всякому. Сказали, что у Мустафина срочное совещание у Сидякина. Мы позвонили в приемную Сидякина, уточнили, проходит ли совещание с Мустафином. На что нам ответили, никакого совещания у Сидякина нет. В общем, потом нам там еще врали, что он уехал по срочному делу. Но в итоге мы прием граждан Российской Федерации, который сказал Путин, чтобы всех приняли, мы не попали. И к Мустафину не попал ни один человек. В составе этой делегации, там было несколько человек, были инвалиды первой группы, были герои России, люди уважаемые и, в принципе, достойные того, чтобы их принял мэр, особенно по записи. Но мэр их не принял. Ульфат Мансурович проигнорировал людей, которых должен был принять в этот день. Более того, были предприняты какие-то непонятные уловки о том, что он внезапно отъехал на совещание к Сидякину. Но дольщики, люди, уже наученные горьким опытом, они тут же связались с администрацией главы Республики Башкортостан и выяснили, что никакого совещания у Сидякина нет, никакого Мустафина там у Сидякина в это время нет и так далее. То есть вот это наглое вранье, конечно, зашкаливало. Люди, напомню, 9 часов провели в приемной мэра. Их пытались оттуда выставить, их пытались оттуда удалить, пытались что-то там сообщить новое, новое, и что он не придет, и не ждите, и расходитесь. В общем, конечно, это ужасная история. Я вас разрешала вам рассмотреть? Нет, мне просто интересно знать, почему нет приема граждан. А вы извините, я секретарь задавайте, пожалуйста. Мне просто дают информацию, что идет прием граждан. На самом деле приема граждан нет. Прием граждан идет, пожалуйста. А где он идет? Вы как пропустили женщину в приемную главу? В приемной главы женщина, которую мы не пропускали. Я не знаю, чем там думает наша мэрия. И вот мое мнение о составе мэрии в последнее время стремительно снижается. То есть после всех вот этих историй с общественными слушаниями, вот этими вот безобразными выступлениями Сулеймановой. И теперь вот эта выходка Мустафина, конечно, ставит точку в обсуждении, правильно, неправильно ли себя ведет мэрия. Мэрия ведет себя неправильно. И самое печальное, что внутри мэрии нет ни сил, ни компетенций понять это и начать это исправлять. Мэрии срочно нужны какие-то консультанты по имиджу. Мэрии срочно нужны программы, которые нужно исполнять по взаимодействию с населением, иначе мэрия у нас резко и сильно потеряет имидж в глазах жителей Республики Башкортостан и города Уфы. Ну и под конец выпуска о радостном, веселом и справедливом. На прошедшей неделе, в минувший четверг, Верховный суд Республики Башкортостан поставил точку в судебном иске госпожи Гайсиной в отношении меня и нашего канала. Напомню, что летом в разгар предвыборной кампании госпожа Гайсина оскорбилась на один из роликов, который вышел на нашем канале и подала иск в Ленинский суд, сначала это был Ленинский суд, о защите чести и достоинства. Госпожа Гайсина оскорбилась на то, что в частности я назвал ее спойлером на выборах и потребовала сначала 2 миллиона компенсации своего морального ущерба, а потом пересчитала и потребовала 4 миллиона компенсации морального ущерба за вот это вот деяние, которое она мне вменяла. После почти полугодового разбирательства судебная инстанция и в данном случае Верховный суд постановил отказать мадам Гайсиной в ее исковых требованиях. Я еще не видел мотивировочной части решения суда, когда мы его с юристами прочитаем, мы примем решение о том, будем ли мы взыскивать с мадам Гайсиной все наши расходы и издержки по этому суду, а также будем ли выдвигать встречный иск против Гайсины. Это дело будущего, и мы обязательно об этом расскажем. Но хотелось бы сегодня немножко поговорить о том, что стало известно в процессе вот этого судебного разбирательства и вообще в процессе вот этих вот неприятностей про саму мадам Гайсину. Напомню, что ответственный секретарь Совета по правам человека Зульфия Гайсина сейчас находится в процессе персонального банкротства. Напомню, что в отношении ответственного секретаря Совета по правам человека Зульфии Гайсиной на данный момент существует решение суда о том, что она обязана возместить некому господину Исламову сумму почти в 5 миллионов с учетом штрафных санкций и прочих вещей, и она этого пока еще не сделала. Речь идет о том, что однажды госпожа Гайсина со своим бывшим мужем, муж занимает деньги у Исламова, а Гайсина выступает поручителем в этой сделке, просто заняли взаймы 3 миллиона у человека. Ну, скажете вы, что тут такого? Есть одна пикантная особенность и одна деталь. Господин Исламов, который дал им эти 3 миллиона, трудился в этот момент, внимание, бухгалтером застройщика Интеграл, того самого застройщика, которого многократно Мадам Гайсина поминала в списке недобросовестных застройщиков и тех самых застройщиков, с которыми Мадам Гайсина так истово боролась, защищая права обманутых дольщиков. И у бухгалтера, застройщика Интеграл, Зульфия Гайсина берет взаймы вместе со своим мужем 3 миллиона рублей. Согласитесь, странно. Дальше еще страннее. Во время судебных разбирательств по банкротству Интеграла, арбитражный управляющий Интеграла открыто заявил, что деньги, которые Исламов передал Гайсиной и ее мужу, на самом деле были взяты из кассы компании Интеграл. Я не знаю, правда это или неправда, так ли это или не так, но, согласитесь, выглядит это очень странно. Вся деятельность Зульфии Гайсиной в области обманутых дольщиков, конечно же, привела ее вот в это благостное учреждение под названием Совет по правам человека. Но тут возникает несколько вопросов непосредственно к Хабирову. Почему Хабиров так истово опекал, всячески, значит, возвышал и помогал госпоже Гайсиной? Вот этот вопрос не дает мне покоя. Тут несколько вариантов ответа. Первый – это то, что Хабиров ошибся в человеке. Бывает, как говорится. Но тогда ошибку надо исправлять. Второй вариант – это то, что Хабиров не знал о том, что происходило вокруг вот этой вот истории с дольщиками. Я имею в виду, реально происходило у Гайсиной. И полагал, что это очень полезное дело. Но теперь, значит, пора бы уже отрезветь. Ну и третий, самый печальный вариант ответа на этот вопрос – это то, что Хабирову как раз и нужны такие, как Гайсина. Вот и посмотрим на примере ее развития дальнейшей карьеры на самом деле это пристрастие Хабирова или это ошибка Хабирова. 2019 год заканчивается, и хотелось бы подвести итоги в части решения проблемы обманутых дольщиков. Чтобы эти итоги были беспристрастными и объективными, я обращаюсь к вновь созданному Союзу дольщиков РБ, это организация, которая создана там вне Мадам Гайсиной, с просьбой прислать в адрес меня или нашего канала любым удобным способом, в комментариях, в электронной почте, как угодно, да, тем, кто знает мой телефон, можно отправлять по WhatsApp и так далее, простую информацию, что произошло на ваших объектах за 2019 год, что изменилось, ну, естественно, в лучшую сторону. Я перечислю объекты, которые меня интересуют. Это Башинвестдом, Новобулгакова, Серебряный ручей, Иглино, Баш ЛСТК, Башстрой Стерльтамак, СК Квартал, Менделеево 128-1, Дуслык Строй, Цветы Башкирии и Миловский парк. Не поленитесь, пожалуйста, отпишите, сообщите нам, а мы обобщим и проанализируем, насколько власти Башкортостана справились или справляются с этой задачей, какой процент обманутых дольщиков получили из своей квартиры, ну и так далее. Я очень благодарен нашим подписчикам и зрителям за то внимание, с которым они смотрят наши ролики. Ролики у нас не короткие, иногда они выбегают там за час времени. Кстати говоря, в интернете, в ютюбе считается, что чем короче ролик, тем больше у него будет просмотров. Я с удовольствием отмечаю, что просмотры у нас только растут, несмотря на то, что мы выдаем длинные, иногда нудные аналитические материалы. Это значит, что мы делаем правильное дело, значит, что мы идем верным путем. Однако не обходится и без ошибок, и на эти ошибки нам постоянно указывают наши зрители. Спасибо им за это. К сожалению, все мы люди, и вот иногда путаются фамилии. В частности, в прошлой передаче я перепутал фамилии Сидякина Назарова в тот момент, когда Хабиров сделал замечание Тажединову и на самом деле Назарову в отношении мадам Ивановой. Ну, бывает, бывает. Тем более, что иногда в сознании эти фамилии меняются местами и подменяют друг друга. Часто бывают ошибки, конечно, с цифрами. В том числе, вот в одной из последних передач, в уме и на ходу вычисляя 1% от 160 миллиардов, я сказал, что это 160 миллионов. Нет, конечно, это 1,6 миллиарда. Но еще раз спасибо за то, что вы внимательно смотрите, спасибо, что поправляете. Спасибо постоянным нашим редакторам внештатным, которые мгновенно высылают нам поправки. В общем, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин